Главное, чтобы сохранить тепло, и одежда должна быть соответствующая, да? А то. Я всегда говорю, а то. Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Это золотые слова! Да. В нашей студии человек, который создает своими руками шедевры, по-другому и не скажешь. Татьяна Моисеенок. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Вы посмотрите, я не особо разбираюсь, но знаю, что вот это балаклава, да, называется? Это балаклава. Я разбираюсь, и я вижу, что у вас тут все очень модное. Скажите сразу, вот прям сразу, с порога, правда ли, что балаклавы это сейчас самое-самое актуальное? Да, балаклавы, вот начиная, особенно с декабря месяца, тренд сезона. Они бывают разные, их носят и дети, и взрослые, и мужчины. Подростки любят очень вот такие балаклавы с ушками, тут у них с цепочками прицепляют. Есть что-нибудь мужское, чтобы я муж помилил. Мужское, вот это можно помилить. А мне это нравится, это какое-то веселое что-то, нет? Есть. Вот это вот, это на подростков. А я, мне всего-то сколько, 17 часто. Да, да. Размер небольшой. Такой с ушками. Это очень модно. Дети, конечно, сразу индивидуально. Считайте, что балаклавы пришли в тикток к нам. Первые там появились балаклавы в тиктоке, люди увидели и начали заказывать. Вот видите, что происходит, да? Откуда все идет-то? Так. Ну вот, Валера, вы говорите? Правильно, правильно. Знаете что, это в стиле ирония судьбы. Я вам говорю, как специалист, у нее была такая кофточка. Кто смотрел фильм, помните, она такая, Надя, такая. Вот именно вот в такой кофточке. А я еще думаю, где взяла? Где взяла? Где взяла? На рыцаря похож? А, ну, очень. Доспехи мои, Игорь Савуров, доспехи мои. А скажите, правильно ли он ее надел? Немножко нужно поглубже одеть, подальше. Давай поглубже. На затылке. Вот так. Да, да, вот. Ну, слушай, на другое дело. Хорошо. То есть он, в принципе, может вот это все вот снять, если он хочет что-то сказать, да? А если не хочет говорить, то он как бы изолируется вот так, да? Одни глаза только у него вот это все хорошо. Можно вот так на подбородочке. В условиях вот нашей коронавирусной реальности, мне кажется, самое оно. А что? Ну да. Опять же, расскажите про материал, потому что я человек такой, знаете, который не любит сильно колючий материал, но вот этот материал не колючий. Но есть же прямо шесть, прямо колючая. Вот этот материал, это 50% шерсти, она не колется, очень эластичная. Здесь вот синтетика, но она, несмотря на то, что синтетика, очень хорошего качества. Она очень мягкая, приятная, называется плюшевая, если вы ее потрогаете. Может, ему можно дать померить ее? Ну, у меня же голова-то не такая же. Нет. Попробуйте. Мне кажется, вот эта побольше. Давайте вот эту лучше. У меня голова-то маленькая. Сейчас вах и... Нет, она не растягивается. А, она, ну, она подростка, по размеру, в смысле. Да. А у меня голова-то одинаковая получается. Одинаковая вообще. Она у меня не выросла с 17 лет. Совершенно не растет, да. Ну, это... Сейчас просто аккуратненько так. Такие особенности. Одевайте, одевайте. Мы давно подозревали. Давай. О, мишка. Мини-мишка. Это такие забавные балаклавы, сейчас пользуются очень спросом. Вот это удивительно, да. Я говорю, я вижу людей на улицах таких. Ну, я бы не сказала, что это твой цвет, но в принципе... В принципе, неплохо. Ты узнаешь меня с тысячи? Да. Это что? Очень хорошо, правда. Правда, хорошо. Слушайте, тут у вас вырезаны вот эти ушки. Не просто так все, да? То есть они вот такие объемные. Ой, какой... Его хочется трогать. Он, знаете, какой приятный. Еще такие цепочки на ушки еще прицепляются разные. А, да-да-да, да-да. Смотрите, весюлечки на ушках. Хотя, знаете, на самом деле, я бы сказала, что какую-то другую шапочку я, Валерия, подобрала. Не такой уж он мишка, как кажется. А вот это вот, на мой взгляд. А, ты такая, типа... Ну, бываешь иногда такой. Я? Это ты мне? Ну, конечно. Подскажите, а сколько вот, ну, не знаю, по стоимости примерно? Ну, балаклава у нас от тысячи и выше. Вот такая балаклава стоит тысячи. Такая две тысячи. Сколько вы по времени вяжете ее? Вообще у нас до десяти дней, когда заказ, но день два. То есть вот два дня вот вы сидите. Вот эти балаклавы очень быстро вяжут. Скажите, вот для людей, которые вяжут, я не смотрю, да я что же так смогу? Насколько это сложно? Ну, если человек умеет вязать, то он свяжет. Можно ли найти в интернете схему? Можно найти. Потому что здесь же вот какие-то технологические особенности. А можно мне вот, не знаю, классическую шапочку, что ли, померить? Нет, нет, смотри, а вот это, кстати, очень удобно. Это снуд, да. Как-как? Снуд. Я не буду мерить, потому что я в гриме сейчас, если буду надевать, то я испачкаю. Правильно надеваете. Вот, правильно? Да. Да он знает. И шапочку. Ой, каков красавчик ты, у елки-палки. Только волосы пали в рот. Вот, знаете, до сих пор еще актуальны, да, вот эти огромные шапочки? Да. Ну, вот эти большие. Ну, сейчас у нас тепло, когда морозы, вот эта шапочка из очень теплой шерсти, перуанская шерсть. Она очень мягкая. Да. И не колется. Если даже головой ударишься в стеночку, тебя амортизируют. Да, это как будет, на всякий случай. Шел, шел, ударился головой в стеночку. Так, завершая вот это все, кстати, мой фаворит все-таки, Валера, на тебе вот этот мишка. Очень оригинально, очень круто. Все-таки ты вот как-то вот, да. В общем, если вы как-то заинтересовались, вы всегда можете найти в социальных сетях данного мастера, да, много работ есть, как видите, вот у нас это еще не все. И будьте индивидуальны, и будьте, кажется, здоровы, будьте в тепле. Да, да, если вы рукодельница, то вот мастер говорит вам, что все возможно, берите, свяжите, например, внукам, они будут очень рады. Вы видите, какие здесь... Татьяна Моисея Енок в нашей студии, огромное вам спасибо, все очень шикарно. Продолжайте в том же духе, творите руками своими.